Стартовал конкурс на получение именной стипендии Владимира Потанина. Смотрите видео, как не надо подавать заявку или типичные ошибки студентов. Как здорово было бы получать стипендию! Дедлайн до 20 ноября, а времени еще много. Дедлайн до 20 ноября, а времени еще много. Вопросы можно найти в разделе «Принципы и правила» и часто задаваемые вопросы на портале «Стипендия.ру». Ой, какая скукотища! Конечно, я не буду смотреть ответы в этих разделах. И я все же очень советую посмотреть. В них ты найдешь много полезной информации. Мне нужно получить академическую справку. В прошлом году мой друг Вася стал стипендиатом фонда. Он рассказал, что производство такой справки заняло у него 10 дней. Естественно, мне ее дадут минут за 5. Ай-яй, академические справки готовятся от 3 до 10 дней. Стоит иметь это в виду. Было бы неплохо объединить усилия и быстрее подготовить заявку вместе с другом. Это бы так упростило и ускорило процесс. Напишу-ка я Федьке. Не думаю, что они будут прогонять мою заявку через антиплагиат. Мяу, будут, будут. Заявки проверяются в антиплагиате и внутренних системах контроля фонда. В интернете так много примеров хороших заявок на разные конкурсы. Попрошу Федю скачать мотивационные письма. Наверняка нам повезет и с плагиатом не поймают. Хм, к сожалению, не повезет. Заявки проверяются в антиплагиате и внутренних системах контроля фонда. В заявке нужно написать о себе, научной работе и интересах. Я о себя знаю лучше всех. Мне точно хватит полчаса, чтобы рассказать обо всем. Глупо закладывать на это 3 дня. Как показывает опыт прошлых лет, оптимальное время для подготовки заявки не менее 3 дней. Дедлайн? Нет, не слышали. Отправлю я заявку в 23.59. Тогда точно мою заявку прочитают. Мяу, завис. Надо иметь в виду, что техника даже в наши дни иногда дает сбои. Поэтому подавать заявку лучше не в последние минуты 20-го наиболе. Объявили списки финалистов. Я еду на очные отборы, ура! Очные отборы? Какие очные отборы? Как я вообще туда попала? Мне нужно ехать в другой город, находиться на одной площадке с толпой незнакомых людей и что-то делать? В очных отборах нет ничего сложного. Нужно просто быть самим собой, отстаивать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, работать в команде, расширять круг знакомств. Если у вас остались вопросы, адресуйте оператору конкурса «Фонд социальных инвестиций». Субтитры подогнал «Симон»!